Страны ЕС в большинстве своём поддержали запрет на использование некоторых видов пестицидов, которые, как предполагается, приводят к гибели пчёл. В ходе голосования 15 государств поддержали запрет, 8 высказались против и 4 воздержались. Впрочем, для квалифицированного большинства голосов всё-таки не хватило, и вопрос перешёл в компетенцию Еврокомиссии. Прекратить использовать химикаты на основе неоникотиноидов впервые было предложено в январе этого года. Уже тогда учёные пришли к выводу, что эти пестициды лишают пчёл возможности ориентироваться в пространстве, из-за чего они не могут вернуться в улей и погибают. В результате это ставит под угрозу многие зерновые культуры, которые опыляют эти насекомые. Во время голосования акцию организовали активисты по защите природы. «Мы увидели сдвиг. Например, Германия и Испания изменили своё предыдущее мнение и поддержали запрет. Мы этого не ожидали». Позже Еврокомиссия подтвердила, что поддержит запрет на использование трёх видов пестицидов, производимых на основе опасного для пчёл химиката. «По результатам сегодняшнего обсуждения в Комитете апелляции предложение по запрету использования этих трёх субстанций получило поддержку большинства стран, членов ЕС, и Комиссия вскоре примет решение, чтобы обеспечить принятие закона». Противники запрета говорят, что связь между использованием пестицидов и гибелью пчёл не доказана. Крупнейшие производители химикатов, немецкая компания Bayer и швейцарская Сингента выразили протест против решения Еврокомиссии, а также предупредили, что из-за запрета Европе грозит нехватка урожая и денежные потери. Запрет сильно ударит по продажам известного удобрения Cruiser, широко применяемого для защиты от вредителей таких зерновых, как рапс и кукуруза. Между тем, запрет не будет распространяться на культуры, которые пчёлы не опыляют, например, сахарную свёклу.